знаете что я могу сказать глядя на все это тот человек который сидел за рулем он видимо подумал что у него полноценный внедорожный автомобиль и решил доказать себе или всем остальным что вот он мой автомобиль что может на что способен но получилось вот так всем добрый день очередное видео про жизнь на из того смотрите кто узнает что такое металлолом так вот это угловой редуктор раздаточной коробки 3 b 600 вот так она разлетелась то есть у нее вырвало кусок главной пары с планетарки и и разорвало масло здесь было все шлицы нормально причину почему оторвало так непонятно здесь 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 принципе по машине все видно предположить что причиной стал грязь болото или что-то лихачество и что-то еще смотрите вот проходим по машинке видим по задней подвеске она полностью забита в траве грязи не знаю может быть это была поездка на дачу колеса забиты или что-то еще по словам клиента что он спокойно вроде бы ехал бах и произошло но произошло не только поломка углового редуктора дело в том что вот тот обломок который там лежит он попал в блок и сделал в нем дырку вот сюда заглядываем вот он у нас наше отверстие сейчас я вот вот так наверно возьму вот дырка блоки эту дырку блоки мы будем заваривать полуавтоматом заваривать будем на месте опыта такого нет ни у вас не у меня будем пробовать в идеальном раскладе это нужен либо блок либо это будет шор блок то есть сборе с коленвалом поршнями шутунами сейчас более подробно расскажу почему мы взялись за это сложное мутное дело полуавтомат принципе принципе варить чугун неплохо понятно что в идеальном варианте нужны специальные электроды опять же вертикально варить сложно нужно в идеальном раскладе положить разобрать но наш вариант будет проще дело в том что смотрите вот так у нас идет блок и вот здесь у нас дырка дело в том что этому человеку неслыханно повезло здесь в районе отверстия проходит глухой канал отлив это слив масла с гбц и из турбокомпрессора вот так счастлив у нас сейчас то есть там в отверстии туда а вовнутрь в коленвал в шатун то есть входа нет это канал который сливается вниз то есть у нас получается вот он допустим канал и вот здесь у нас появилась дырка то есть а здесь стенка сейчас я вот допустим даже покажу пальцем вот оно отверстие допустим да и вот его видно что там он упирается это канал вот он идет наверх это слив с турбины и слив масла с гбц то есть когда мы будем варить ничего вовнутрь двигатель не попадет а он выходит канал вот сюда снизу и все наши окалины мы сможем промыть прочистить и они упадут рядом здесь с масло заборника первая сложность и вторая сложность говорить все-таки нужно не как попало не тяп-ляп потому что все же там есть некие некое давление от картерных газов она невысокая слава богу поэтому будем варить пробовать там ну так визуально сейчас чуть-чуть зачистили будем еще чистить и варить полуавтоматом будет производиться замена масла также здесь поддон специально сняли для того чтобы если окалина попадет то ее вымыть оттуда выйдут восстановленный угловой редуктор вот 600 восстанавливается у них вот этот шлицы режет то есть они стачивают вырезают старой шлицы накручивают по резьбе многие видели видео и обваривают двух сторон то есть вот будет новый угловой редуктор угловой редуктор без масла масла зальем зальем заварим промоем установим поддон зальем новое масло и будем пробовать есть маленький маленький момент не знаю когда он увидел что там что-то произошло что-то хрустнуло дело в том что масло было всего литр ехал он не ехал как после этого то есть долго хрустела недолго муж сразу встал хотя вот след видно что след от масляной есть летел по всей машине вот видно что человек довольно сильно носится это видно здесь вот весь глушитель мятой оборваны оба пыльника где-то по какому-то прям нехорошему бездорожью здесь также то есть вот видно это все по защите вот они то есть он ее прям где-то утопил что ли не знаю и здесь тоже вот везде лохмоть и все оторвано разорвано вот подкрылки короче бардак здесь подкрылка нет с той стороны подкрылка нет поэтому судить нам почему так произошло но к сожалению я не могу вот то что есть то есть по факту будем исправлять за такую аферу мы взялись попробуем выручить человека если бы допустим это дырка была бы сквозная прям в двигатель там где работает шатун и коленчатый вал тогда бы да нам было бы даже необходимость может быть мы взялись бы но мы сразу обговорили обдумали снимать коробку снимать плиту чтобы если вдруг что-то попадет балансировочные валы но в нашем случае вот подфартила и пробила именно канал газ есть горелка чистая чугун вертикально не приходилось но хотя чугун если при длительном держании он будет стекать вниз поэтому надо будет какими-то короткими паузами сейчас я думаю начать сверху вниз или снизу вверх так вот не знаю надо вот начать вон оттуда ну вот заглядывайте смотрите сейчас мне надо проварить вот эти отколотые края с этой частью не знаю с нижней надо будет как-то через кардан залезть сверху пистолетом и вот так час аккуратненько то есть я буду ее сплавлять вниз конечно же после того как заварим все равно уверены в этом место допустим какой-то краски или грунт который там был температурный мы используем герметик температурный когда подсохнет уже замажем вдруг при каких-то обстоятельствах так как этот чугун и он у нас скипает если даже с иголочкой останется где-то отверстие то он его перекроет ну вот сейчас я потихонечку от наваривал наваривал также как отлив был так и его оставляют осталось маленькое отверстие сейчас будем заканчивать та часть которую мы варили она не работает то есть ничем там нет никакого крепления промвала допустим не раздачной коробки поэтому это просто обычная то есть перегородка которая не несет никакой нагрузки сейчас она подостынет мы зачистим все будет работать и куда ничем день похоже на кучку маленькой такой кучку как какашки какой-то но при этом я уверен что там все хорошо все спокоен потому что я видел как положился металл заварилась хорошо неважно как это там выглядит как это внутри я знаю что оттуда не потечет самое главное то есть тут сразу наскакивала такая мысль что ну как бы это не у меня но я просто сталкиваюсь со своими клиентами когда они говорят что при вот подобных случаях люди пытаются когда вы попали подобную ситуацию между как клиент говорит это обойдется мне не там не знаю 400 500 тысяч допустим вот эти несправедливые нехорошие люди могли бы воспользоваться этим случаем и сказать друг давай 200000 вот так когда в 500 а так 200 и мы тебе вот заварим так по работе если не ошибаюсь согласовали заварить то есть блок вот все это поддон даже вроде что-то с маслом районе 20 тысяч то есть возьмем за эту услугу ну все сейчас немножко подостынет герметика мы уже можем замазывать а вот очистителем туда в канал пока не будем лить в целях чтобы не загорелась ничего мало ли там горячий очиститель быстро вспыхивать трещины вроде бы никуда больше не пошла и все просмотрел тут ничего не было страшного герметика вообще сейчас сделает все красиво здесь теперь его разум мазать теперь дырка была бы вот здесь рядом прям или вот здесь то последствия были бы более плачевные также бы заварили но пришлось бы наверное снимать коробку потому что сальник с крышкой крепится к плите то есть чтобы снять плиту надо снять компрессор снять плиту потом снять балансировочные валы и т.д. ну вот повезло можно сказать нашему клиенту масло угловой редуктор не принципиально по мне это может быть 75 на 85 это может быть 80 на 90 так что у нас осталось 150 грамм вот и масло пошло 150 то есть 850 грамм смотри сейчас я буду туда совать раздатку а тебе так там у нас все помазано все обслужено так а тебе нужно сделать вот тогда вот так сюда нет тут что-то как-то она а побольше утки получится есть отлично можно если гонца вообще вот смотрит даже под подушкой там просто вековая грязь то есть она регулярно участвует каких-то этих ралли это подравник внутри даже пол есть один момент что когда мы ставим угловой редуктор на место нам плохо будет видно тот то место где мы варили потому что мы заведем машину подымем без защиты будем смотреть то есть что-то подтекает не подтекает в любом случае будем проверять вот но это место конечно не совсем доступно для нашего взгляда ну вот оттуда конечно колесо не будем ставить оттуда будет небольшой доступ но получается отсюда тоже ничего не увидим а нет вот отсюда да вот отсюда мы увидим снизу как варили поэтому смысла крышку сразу ставим и колесо пыльник защитный там снизу все хорошо видно блин ну подкрылки надо ставить здесь вообще провод как-то о я починил лучше ничего все-таки санта-фэ санта-фэ классик дизель санта-фэ которая шла с 7 по 11 по 10 год то есть с ременным приводом 2 и 2 дизель и у меня была такая вот те все таки да то есть более прочная муфта более с прочный уже там здесь 1 вальный угловой редуктор а там 2 валь не стоит а также 2 вальные стали ставить уже 16 года то есть вот ну вот эти конечно слабоватый редуктора форсунки я себя поснимаю все-таки покрутим не знаю может быть там какие-то звуки были или будут в избежание всего этого чтобы не навредить не знаю как там развивались все эти события лучше перестрахуемся не знаю как она заглопа в любом случае давление масло очень долго не хотела гаснуть погасла после этого еще покрутил звуки вполне себе нормальные издает двигатель поэтому я думаю сейчас запустим так все там по лампочкам давление масло не горит чекник не горит эко режим посторонних звуков у нас нету охлаждающей жидкости нету здесь чем тут есть уровень потому дольем расширительный бачок а вообще пусто пока все хорошо потому что если масло будет она хотя любом случае нужно нагреть двигатель до 80 потому что масло густое потом она можно превратиться можно сказать в воду жидкое более будет более такая активная для течи смотрите ну всячески мы попробовали даже покрутить поездить проверили даже полный привод гудит не гудит там что-то раздаткой ну мало ли что-то отключено осталось или что-то догрели до рабочей температуры то есть ничего не подтекает не с поддона где поставили не там где заварили все отлично работает посторонних звуков нет он обслуживается у нас поэтому я думаю мы не упустим этот момент если что-то там появится проявится ну все на этом заканчиваем если у вас есть какая-то безвыходная ситуация приезжайте на своем авто и мы попробуем решить вашу проблему ну все всем до новых встреч а и и Продолжение следует...